добрый день друзья еще одно видео еще с одним результатом невероятным работали только вчера только вчера но здесь речь идет не об аутизме здесь вообще респект и уважуха маме за ее внимательность за то что она любит своего ребенка за то что она видит изменения в нем и эти изменения на которые она обратила внимание они глобально могли бы повлиять и на ее жизнь и на него когда у людей случается что вот ребенок был был такой хороший там до 15 16 лет а потом раз и у него сумасшедший дом нарисовался да психиатрическая лечебница или еще что то и зачастую люди не знают почему так случилось зачем так случилось нету ни одного жизненного сценария которые бы произошли случайно и все сценарии которые пишутся душами они пишутся зачем-то вот так аналогично по аналогичному сценарию шли шла бы игра ирины и ее сына владимира мы получили от нее письмо все новое вызывает у сына тревогу обращение любого человека на улице может вызвать угрозы обзывания а может и наоборот со мной мужем редко но бывает будто он боится и обороняется есть трудности в общении со сверстниками в понимании в их эмоциях его дали на карате тренироваться но там обзывание плевки пытаюсь успокоить получаю в свой адрес у него реальные истерики вижу что самому очень тяжело остановиться не может то есть это все переливается у человека в психоз то есть идет процесс накатывания развития ситуации да за три месяца без садика стало заметно лучше вова панически боялся собак и вдруг в одно мгновение стал интересоваться ими на больших даже сесть пытался панические атаки рвота головные боли ночные крики прошли но когда нервничает могут быть рвотные позывы в общем дальше идет описание очень большого количества таких моментов от приступов астматических подъемов температуры аллергии все что в детстве у него было такое но вот очень показательное с точки зрения той что мы видим в бессознательном но с точки зрения людей и живущих казалось бы не связанные с вещи на какое отношение имеет там астма температура от того что страдают уши перепонки прокалывали они сами сами лопались на вальгусная деформация стоп плоскостопия суставы завалены внутрь сколиоз еще падает зрение и пошло 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 и казалось бы все это разбросаны не связанные вещи и наша медицина может посылать по кабинетам вроде нормальный ребенок вроде пока еще адекватный да а что с ним происходит что у него внутри что выдает его психика на самом деле медицина туда залезть не может а мы вчера просто сходили к его душе и поговорили честно говоря были в шоке поэтому я решила выложить эту историю сразу потом выложу ту реакцию на нашу работу которую прислала ирина и знаете что круто душа начала разговаривать душа сама пребывает в шоке а в шоке каком вот мы идем в прошлое ребенка вот в момент его рождения она уходит то есть момент рождения не является началом этой инкарнации а инкарнация начала лежит в 1800 каком-то году в европе в военных действиях и там текущая жизнь военные действия плен выход из плена поездки общение там семьи там но молодой еще возраст и дальше поле боя взрыв вспышка песок летит в глаза и вот он хочет отряхнуть песок глаза открывает глаза а его принимают на руки в роддоме инкарнационного периода не было не было ухода не было сброса на флешку опыта не было инкарнационного цикла душа влетела в новое тело просто на автомате и дальше у души шок во-первых согласно правил игры это жесткое нарушение правил игры инкарнационный период должен быть обязательно и душа боится наказание во вторых он попал вот в этот момент момент агрессии то есть момент шли боевые действия соответственно игре агрессия была избыточной но это агрессия была избыточная уже не случайно попал в боевые действия она была сформирован еще до этого в предыдущей жизни то есть это уже две жизни назад блины там как начинаешь вот поэтому ходить и искать а где же первоисточник но на самом деле все казалось весело и плен и все остальное из предыдущих инкарнаций там все по циклам шло то есть люди любят ходить грабли значит раз награбли пум по лбу они второй раз награбли пум по лбу они третий раз награбли и так по 50 инкарнаций вообще смотришь а вы вы вообще в адеквате чего вы делаете но это игра и души развлекаются это их права в общем пока осознанность не включится в общем так случилось и у володи что он в этой жизни володя и он влетает и дальше он влетает в новорожденного а у него сформированный инкарнационный опыт не отданный и полные забитые картиной жизни высшее я но это картина жизни из прошлой жизни она полностью с тем века с нашей игровой карты не стыкуется мы не найдем тех пейзажей военных тех людей титой одежды тех привычек тех манер тех того программного обеспечения нету нету и соответственно у него в подсознании идет конфликт и этот конфликт выливается в то что полное рассыпание картины мира нестыковка с текущей игровой карты у него произойдет в районе 14 16 лет это полное обрушение психики и дурка и дальше началась работа то есть нам надо было каким-то образом во первых урегулировать конфликт души и этот страх наказания за то что ее накажут за то что она не прошла инкарнационный цикл не могут вообще по игровым уровнем выкинуть и понизить этот вопрос мы решали решили она читается за два периода сразу за это была великая благодарность души и по и она помогала в поиске тех моментов когда запускалась вот это неконтролируемая агрессия мы нашли эти периоды по закрывали позабирали ресурсы из ресурсных травм то есть полностью закрыли вот этот вот сценарий который висел высшим я из той жизни в информации ху но это та жизнь не сформирована ее же надо с нуля ее же надо как-то закладывать и на самом деле с Володей у нас еще предстоит неоднократная работа мы еще не приступали к работе мы еще только отредактировали прошлое да и закинули вариант что эта игра имеет место быть и она будет идти вот такой двойной а дальше прописали начали интересоваться у души слышно вот если мы играем во что будем играть это 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 души сейчас есть время подумать она нам через три дня сказала что она придет в адекват опробует тело в новых опциях примериться осознанно уже к этой игре к этой игровой карте и нам скажет чего ей заложить сценарий дело в том что сама она заложить сценарий не может не может потому что у нее нет наблюдателя она изнутри игрушки и когда говорят душа выше уровень выше ли уровень душа у меня сейчас вопрос я знаю что наша реальность она очень круто мы в проявленном теле обладаем невероятными ресурсами наше сознание она просто может быть доминантно в любом мире и мы можем договариваться с любыми маточными структурами если мы проходим определенные уровни доступа каждый раз делаю на этот акцент поэтому я выдаю абсолютно свободную информацию в эфир даже если вы видите нашу технику садитесь подстраивать и говорите я вот тоже сейчас вот так сделаю уровень доступа пройди сделаешь поэтому есть вещи которые получаются у людей у них классно ведь кто определяет уровень доступа где находится определяющий да тоже очень много моментов таких офигительных когда начинаешь задумываться это это здорово суть вчера мы поработали и нам было очень важно как изменятся агрессивные моменты у ребенка и пришла ответная реакция от ирины уже сегодня здравствуйте наталья вчера толком не отписалась эмоции мешали спасибо вам огромное действительно ругать или наказывать сына было бесполезно поправлять в общественных местах только обратная реакция стою обтекают обзывательства и только тихонечко спокойненько как сказал андрей тогда и помогало но не чаще со вчерашнего дня в глаза сына читаю благодарность он всегда смотрел в глаза но как-то затравлено отчаянно а сейчас там внутри радость и благодарность и тут же детский хохот и взрослый взгляд и меня отпустило я как привязана была все это время полностью а теперь чувствую себя отдельно чувствую что могу отделиться быть собой только я совсем не умею рисовать вот это для меня загадка у нас замечательная художественная школа беру детей постарше поведем сына по возрасту дело в том что вчера уже душа сказала что она классно может реализоваться в рисунках и самое интересное что ее душа тут же договорилась с душой мамы что мама тоже будет рисовать а мама говорит что мама не рисует вот очень интересно ее душа рисует а мама не рисует вопрос где конфликт и как дальше сложится жизнь мамы потому что когда душа говорит слышишь мама услышала это уже другой сценарий и это уже весело понимаете я столько раз наблюдала когда человек валит вниз своего сценария ведь не просто так этот ребенок и влетел в это тело в момент этого рождения да не просто так не было таких случайностей то есть есть обучающие моменты есть момент прихода к своей душе да и душа знала что я вот таким вот образом тебя все равно к себе приведу ты меня услышишь без вариантов ты меня услышишь да то есть вот когда считаешь вот это вот это весело на самом деле очень весело когда находишь вот такие моменты через три дня мы будем слова и работать и с его душой для того чтобы формировать новые сценарии формировать новую жизнь я думаю это будет классная жизнь тоже вы видите и не только аутизм но иногда сценарий будущего надо перепрописывать у нас есть одна сумасшедшая работа которую я не выкладываю в эфир а который по которой мы получили вчера обратную связь и результаты там вообще был сценарий то есть у ребенка он пришел с задачей по родителям отыграть определенный сценарий свой завершить изъять уроки для себя и там в 10 летнем возрасте быстренько уйти и уйти очень загадочно там случайно клещ укусил случайно заболевание разрушение печени потом случайно случайно врачи ввели не то в прививку несовместимости и вот просто летальный исход в школе это должно было случиться в сентябре этого года но так случилось что сценарий поменяли и вчера мы получили от родителей обратную связь где родители говорят ребенок стал другим ребенок у него сменилась сфера интересов он повзрослел в его жизни начали появляться друзья девочки и так далее он по-другому разговаривает по-другому себя ведет и и так далее и там огромный респект был именно папе респект и уважуха потому что там очень важно было в процессе работы с ребенком чтобы душа зацепила новый сценарий который и предлагалось сыграть мы просто и предложили сыграть в этом же теле следующую инкарнацию вот и душа чтобы зацепилась она должна была заинтересоваться а для этого нужно было чтобы человек ребенок именно сам через свое физическое тело проговорил определенные вещи обращения программы именно для того чтобы душа зацепилась да и вот когда работа была длинная там несколько месяцев была работа душа не цеплялась и мы думали что все мы ничего сделать не сможем а вчера получили братную связь резко буквально в один день ребенок меняется у него появляется другая сфера интересов глаза горят и душа валит по сценарию и от старого инкарнационного сценария ничего не осталось и вот когда скажи это людям вот должен был и не случилось да вы придумали все себе сами вы вообще чокнуты на самом деле мне похрен что о нас говорят я рада что вот это все души с которым мы работаем это осознанная душа это старые души это старые души которые каким-то образом вляпались в ерунду и в данном случае у них есть знаете как это в игре да звонок другу вот у них сейчас срабатывает звонок другу и поэтому вот этот звонок другу помогает им вырулить для того чтобы это инкарнация у них тоже была не пустой а действительно на очки и они просто воспользовались вот этой опцией они на нее уже наиграли вот с вами была я дальше наталья зайцев дальше я вас буду опять-таки держать в курсе того что у нас происходит я постараюсь новые приходящие выкладывать сразу же а старые по мере добавлять потому что свалится информация со всех сторон господа